Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про свои уходовые новинки, которые у меня появились за последнее время, которые у меня с удовольствием пользуюсь, половина из них, а более или менее натуральная косметика, которая вот начинает разливаться у меня здесь. Хм, нужно аккуратно положить, чтобы ничего не разливалось. Я уже сложила какое-то определенное мнение, и мне прям не терпится с вами поделиться. Первые два средства, которые я вам сегодня хочу показать, это два средства для волос, которые на самом деле к натуральной косметике не имеют никакого отношения. Если честно, я вам хочу сказать, что все натурально на моих волосах не работает, мне не нравится, как это выглядит, мне нравится, какой эффект это делает, что это вообще делать с моими волосами. Я в прошлом году пробовала разные натуральные средства масла, шампуни, отчего-то я была довольна, но его нельзя никаким образом купить в Израиле, или отчего-то я была менее довольна. И в общем-то, на данный момент я для волос ничего не меняю, пользуюсь обыкновенными магазинными средствами. Купила два средства, два средства стайлинг, то есть укладывательных, как это правильно сказать. Одно от Джон Фрида, одно от Ози. Два средства, вообще эти два средства я купила на сайте Feel Unique. Эти два средства на сайте Feel Unique стоят дешевле, нежели они продаются в Израиле. Эти два средства в Израиле вообще не продаются, потому что то, что у нас приходит от этой марки, от этой марки, она намного меньше, нежели есть в других странах, в других магазинах. Поэтому я очень советую, если вам интересно, заходить на сайт и смотреть там, потому что есть намного разных интересных вещей, чего нет у нас. Хотя Ози сейчас, кому интересно, шампуни есть в Суперфарме, купон, зайдите в приложение, в аппликацию на телефоне. Есть купон, все шампуни по 20 шекелей. И, кстати, в Израиле стали привозить намного больше серий, нежели было до этого, поэтому зайдите посмотрите. В любом случае, тоже на сайте есть много серий. Да, два средства, очень хорошие для волос, как у меня, которые пышные, склонные к волнам. Это средство просто шикарный. Это Live In Conditioner. Написано, что он продает блеск, но блеска я чуть не заметила. Хотя на камере всегда видно, что у меня волосы проливаются. Так в жизни я как-то не очень вижу. А в любом случае, он дает классный объем и дает классно, классно держит волны. Этот Sea Salt от Джон Фриде я увидела ролик в Ютубе с Лорен Конрад, которая делает свои Beach Waves с этим средством. Мне очень хотелось попробовать. Очень классный, пахнет классно кокосом. Очень делает прикольные такие волны. Но, в принципе, мне кажется, все эти Sea Salt спреи делают одно и то же. В любом случае, это все, что я хотела по этому поводу сказать. Потому что все, что касаемо волос, мне кажется, настолько индивидуально, что нет смысла что-то советовать. Следующее, что я вам хочу показать. Я купила тоник. Я купила тоник с давно уже. Но что-то я мало пользовалась, но можно увидеть сколько. Потому что заканчивала свой предыдущий. Это тоник с iHerb. Это тоник натуральный с экстрактом. Я сейчас возьму свой телефон, потому что мой русский, как всегда, хромает. В этом плане. Этот тоник вообще натуральный Witch Hazel. То есть экстракт натурального Witch Hazel. Witch Hazel вообще дословно переводится в ведьмин орех. Но на русском вы это называете... Вы это называете, да? Гомомелис. Если я это правильно произношу. Этот тоник в себе составляет дистиллированный экстракт гомомелиса. Натурально дистиллированный экстракт гомомелиса. Сразу хочу сказать, что этот экстракт в себе содержит 14% зернового алкоголя. Натурального зернового алкоголя. Поэтому, когда вы читаете все тоники на основе гомомелиса или Witch Hazel, как все тоники Tires. И написано, что он безалкогольный. Обратите на это внимание. Потому что натуральный дистиллированный тоник гомомелиса в себе содержит 14% алкоголя. Я себе взяла вообще фирму, которая понятия не мешает за фирмом. Dickinson's. Знает? Я не знаю. Просто читала отзывы на iHerb и взяла. И там было два вида всего лишь. Там вообще очень мало продукции. Там все с этим Witch Hazel, но очень мало продукции. Я взяла тот, который для пор. Pore Perfecting Tuner. В общем, пробую. Могу сказать одно. Все мне в нем нравится, как он работает. Ну, тоник как тоник, если честно. Главное, чтобы ничего плохого не делал. Но он очень сильно и неприятно пахнет. Можно сказать, что он пахнет алкоголем. Но это нетипичный алкоголь, который вы знаете. Это такой неприятный кислый зерновой запах. Вот. Ну, видимо, это и есть этот натуральный алкоголь. Как я предполагаю. Здесь большой объем. Стоит он абсолютно недорого. Потому что, по-моему, 5 или 6 долларов почти за пол-литра. Поэтому это очень-очень большой объем. И я им сейчас пользуюсь и утром, и вечером. Ничем другим не пользуюсь. У меня только есть мой клиник, когда у меня прыщи хотят против кости. То им я периодически один раз, два раза в неделю для профилактики пользуюсь. А так этим и утром, и вечером. И, в принципе, мне он очень нравится. Следующий, а не по теме. Что-то я тут заметила, что это не по теме. Ну, ладно. Тухи. Я себе купила новый аромат от Ноа. От Ноа. Кошарель Ноа. В 1000 миллион 12 раз. То есть, ну, я уже 100 раз покупала. Сейчас на них в Суперфарме. В Израиле тоже вот скидка. Он стоит 170 шекелей 100 миль. Это очень дешево. Это дешевле, чем в любых магазинах, в любых местах. Вообще, я знаю, что в Европе кто-то сказал, что его сняли с производства. В любом случае, не знаю. Я обожаю эти тухи. Это мой самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый первый аромат, который со мной идет на протяжении всей моей жизни, начиная с 16-15 лет. Очень его люблю. Всегда он у меня есть в наличии. Любят его очень многие. Это очень интересный аромат, который подходит очень многим. Несмотря на то, что есть люди, которые пренебрегают этими ароматами, есть очень популярные блогеры, которым он не нравился. Они его даже обзывали. В любом случае, я могу сказать, в повседневной жизни почти всем, кому я советую этот аромат, он, да, нравится. Даже люди, у которых вкусовые качества абсолютно разные в плане ароматов. Например, моя мама любит горькие, я люблю более свежие, цитрусовые, такие интересные. У меня есть родственники, которые любят абсолютно сладкие духи, от которых меня вообще воротит. То есть у меня еще есть две подруги, даже три, которые любят разные духи. И все как-то мы приходим к тому, что вот этот аромат, он такой более-менее универсальный, свежий на лето. Поэтому я себе купила, потому что цена просто обалденная. Следующий продукт, я его так ждала, и это большое-большое разочарование из всего, что у меня сегодня есть вам показать. Это продукт гель для глаз, для зоны под глазами, называется... Вообще называется, что он Eye Elixir, то есть эликсир какой-то, от фирмы Oracle London. Эта фирма недавно стала продаваться на клубнике. Я ее заказала не на клубнике, на Look Fantastic, там она вот дешевле всего. На клубнике цена двойная, нежели на Look Fantastic, поэтому я заказала на Look Fantastic. Что я сказала? Да, все правильно. Вот такая вот штука, это такой вот гель. Я им пользовалась на утренней основе, тут 25 миль. Он стоил 15 фунтов стерлингов, или как вы их называете, я их называю паунды. То бишь, очень дешево по соотношению, сколько здесь есть. Он какие-то призы завоевал в Англии в плане там Green Cosmetics. Мне он не понравился своим нанесением, своей структурой, и так как он держится на моих глазах. Как он действует на зону, мне понравилось. То есть он да, увлажняет, он да, разглаживает, освежает. Но мне не нравится его гелевая структура. Но знаете, есть гель, есть гель, это гель, такой гель, грубо говоря, сопли. Такой вот, знаете, когда ты ее так держишь вместе, и потом так раскрываешь, и это тянется. Фу, меня это просто выводило, потому что он так скользил по зоне под глазами неприятно. И что мне еще не понравилось, когда я наносила косметику, например, консилер или тональник под глаза, то со временем, через пару часов, даже несмотря на то, что я наносила пудру, я вот здесь брала вот так вот, делала пальцем, то как бы, знаете, появлялись такие, как, ну не то, что скатывался, как бы, ну да, из-за того, что здесь есть, видимо, очень много глицерина, то этот как бы глицерин скатывался, как мне кажется. Хотя не про, я не знаю, поэтому... Состав у него хороший. Я этот состав проверяла перед тем, как покупать. В этом плюс всех покупок в интернете. Можно проверить состав, можно почитать много разных отзывов. Поэтому я люблю покупки в интернете. Он эко-сертифицированный, но мне он вообще не пошел. Он мне просто раздражало им пользоваться, поэтому я начала, продолжила пользоваться с ним Бобби Брауна. Я думала, что заменю Бобби Брауна им, но нет. Обратно в коробку. И вообще вам хочу сказать, что у меня уже целая коробка вот таких вот вещей, которые мне не понравились. Интересно, может мне сделать розыгрыш и разыграть вам, не то, что разыграть, ну да, разыграть вам все, что мне не подошло. Потому что я все оставляю в коробках и я все могу произинтфицировать. Я не знаю, что вы думаете. Потому что у меня уже штук 5 разных косметических средств, которые мне не подошли. Переходим в следующий продукт. И он классно так пускает зайчика. Смотрите. Видите? Зайчик! Я вас засвечиваю. Так, просто по всей комнате пускает зайчик. Так прикольно. В общем, как вам показать, чтобы зайчика не пускал. А вот такой вот продукт. Это от Clinique. Я... Что я? Это называется Take the Day Off. Это Cleansing Balm. Ой, он очень классный зайчик пускает. Он... Это средство, которое... Я сюда положу... Давайте я его открою, покажу. Я сюда... Так будет без этой крышки лучше. Я сюда положила ложечку. Оно, видите, такой как бальзам, как масло. Я беру этой ложечкой. Это ложечка Tony Moly от какого-то, что-то у меня там было. Потом беру, значит, заношу этой ложечкой. Наношу потом на руку сухими руками. Растираю этот бальзам в сухих руках. И на сухое, на крашеное лицо, например, как я сейчас, наношу его. Он очень-очень легко и просто едет по лицу. И это, в принципе, я не сказала даже, что это. Это смывает макияж. Штука, которая смывает макияж. Вместо биодермы, например, или любого другого средства. В общем, на сухое лицо его наношу, как масло разношу. И потом просто умываю лицо. Оно абсолютно не оставляет жирной пленки. И оно отлично смывает макияж. Даже ту тушь, которая не смывается ни каким-то другим средством. Эти туши, которые ужасные, которые смываются только водой. Для меня они просто ужасные, да? Может быть, они хорошие, для меня они просто ужасные. Слушайте, это средство фантастика. Я давно хотела его попробовать. Я знаю, что есть такое средство у Биотерм. И у кого еще есть? У некоторых фирм еще эти средства есть. Я хотела попробовать клиник, потому что клиник самая бюджетная из них всех, что я смотрела. И у нее очень хорошие отзывы. Состав у этого продукта неплохой. Я не могу сказать, что он хороший, не могу сказать, что он плохой. Он более или менее средний, потому что парабенов здесь нет. А это уже большой плюс. Тут есть другие составные, которые сейчас заменяют место парабенов во многих средствах. И я не помню, как это средство называется. То есть это составная. В любом случае, у него такой рейтинг, я бы сказала, средний. Предположим, 4-5 из 10. Но как он смывает косметику, полный восторг. Мне очень понравился. Просто я понимаю, почему так многие про него рассказывают, что он так многим нравится. Очень хорошо смывает эта вещь косметику. Я покупала его на клубнике, потому что в Израиле эта серия не продается и купить у нас нельзя. Если же мы уже говорили про этот продукт, у меня есть другой продукт. То же самое, в принципе. А вот такой вот, тоже такой вот баттер. Это уже идет от фирмы, которую я сейчас на себе активно пользую, то есть пробую. Это фирма Antipods. Это новозеландская фирма. Это натуральная косметика. У нее все натуральные ингредиенты. В основном все натуральные. Очень хороший у них рейтинг ингредиентов. И эта косметика, хочу вам сразу сказать, на мне работает просто шикарно. Не знаю, что в ней присутствует. Почему на мне она так работает шикарно? Вообще, в основном, во всех средствах она основана на масле авокадо. Но, хотя, казалось бы, масло авокадо, я не знаю, что мне. Не казалось мне, что когда-то масло авокадо будет на мне хорошо будет. В любом случае. Это такое же средство, как клиник. Оно таким же образом должно работать. Вот кожа масла. Тут уже сама, видите, у меня есть лопатка сама. Это средство тоже должно смывать косметику. Оно очень сильно пахнет. Оно очень сильно пахнет. Я забыла, чем оно пахнет. Я не думаю, как называется. Но я бы сказала, что оно сильно очень пахнет лавандой. Очень-очень сильно пахнет лавандой. Это очень масляная штука. Косметику она смывает не так хорошо, как смывает клиник, поэтому я не пользуюсь ей, как смывать косметику, но я ее пользуюсь как умывалкой. Ее беру на мокрое лицо, наношу и смываю ее исключительно только муслиной тряпочкой, да, полотенчиком, может быть, даже каким-то маленьким махровым или муслиным, любым. Ну, какой-то тряпочкой, то есть каким-то материалом нужно его смывать. Руками, водой, масло и вода тут вообще вместе не идет. Руками вы это не смойте, у вас все лицо будет жирное с пленкой, поэтому только полотенчиками, после него лицо увлажненное, напитанное. Для меня, может быть, это немножко жирно, тем более в Израиле, в нашу жаркую погоду, но если вы живете в каких-то холодных странах, тем более зимой, вот такое средство, как может быть не на каждый день, но как поддерживать ваше лицо, будет вам в самый раз. Я читала отзыв одной девочки, я не помню, на каком сайте, где-то в Яндексе я нашла, что она живет в Новосибирске, она это пробовала, и для нее это было просто чудо-продукт в их холодный климат, у нее, кстати, была, по-моему, комбинированная жирная кожа. Я вам еще также хочу сказать, что тут написано, что есть разные антиоксиданты и тому подобное, что есть какие-то грейпы, эти самые, ну, виноградные какие-то антиоксиданты, я уже не помню состав, потому что все составы, как я вам говорю, я до этого проверяла, перед тем, как это все покупать. Они очень хорошо работают на проблематичной коже, даже такие жирные продукты, замечательно просто заживляют все ранки, прыщички на мне, на мне, да, на мне замечательно, просто вот косметика, как под меня, я просто ей довольна, больше не могу, то есть не могу вам пересказать, как я ей довольна, но вот это средство все же не на каждый день, оно такое проблематичное средство, поэтому для меня это как профилактика раз в неделю, даже в нашу жаркую погоду, я сейчас это делаю, знаете, как может быть такая односекундная увлажняющая маска. И от этой же фирмы у меня осталось еще три продукта вам показать, от Antipods. Я купила себе такой крем для лица, этот крем для лица, это легкий крем, да, для всех видов типов кожи, да, я не помню, написано. Я не помню, если для всех видов типов кожи, в любом случае, здесь есть 60 миль, из-за того, что это натуральная косметика вся, она годится на полгода, не больше, поэтому ее нужно покупать и пользоваться, не хранить, потому что на больше она не годится, она вас просто будет пользоваться, потому что все компоненты здесь относительно натуральные, и даже те, которые консерванты, они натуральные, поэтому учтите это. Вот такой вот крем, я буду им петь обе Это просто шикарный крем Единственное, что когда выносит на лицо, я не знаю что, но что-то щипет Что-то щипет лицо, но это мгновенно проходит У него запах такой, запах крема и запах, запах какой-то травы Я не знаю что это, я не могу, такие запахи, что невозможно определить что это Тут тоже написано, что это на масле авокадо, что это на цветках манука, из которых делают мед Что это на сладком almond, как это называется, бог ты мой Ну, миндаль, девочки, он абсолютно не жирный Он моментально впитывается в кожу, хотя в тот момент, когда вы наносите, вам кажется, что он точно не впитается Он впитается в кожу У него вот этот замечательный тюб, который неплохо выдавливается, то есть хорошо выдавливается Никаких остатков здесь не остается Вы никуда не тыкайте пальцем, это гигиенично все В общем, оды, оды буду петь Я не хочу никакой другой дневной крем пользоваться Единственное, что здесь нету SPF Но здесь, да, присутствует, по-моему, где-то на каком-то месте масло ши И говорят, что у него, у масла ши есть его натуральный, ну, натуральная способность защищать от солнца Я не знаю, в любом случае, поскольку я пользуюсь тональным средством с SPF Мне не важно, что крем без SPF И вообще, я поняла, что крема с SPF делают мне прыщи, поэтому я перестала пользоваться кремами с SPF Буду петь оды И последнее, что я заказала с этой фирмой Я заказала вот такую вот упаковочку двух миниатюрок Вы знаете, что я люблю покупать миниатюрки Особенно в таких фирмах, когда продаются миниатюрки, они очень выгодны И поскольку вы на этих миниатюрках не проигрываете Сколько здесь есть миль Такая, то есть и такая цена Они не делают миниатюрки дороже, нежели большой продукт Поэтому выгодно покупать как в Benefit, так и здесь, например Выгодно покупать миниатюрки Я купила две миниатюрки Масло, которое я хотела попробовать Авокадо и шиповника И также был сильный увлажняющий крем в ваниль Давайте скажу про крем Крем подходит мне только исключительно как ночной Он, кстати, с ночным кремом И этот крем и их ночной крем почти по составу не отличаются Там некоторые компоненты отличаются И места компонентов отличаются Ну почти, почти 90% идентичны У него, знаете, такой выраженный запах ванили С чем таким острым? Я бы сказала, знаете, какая-то корица с ванилью Я бы так это назвала Я его, как вам сказала, исключительно пользуюсь только ночью Потому что для меня он активный Я бы сказала, что этот крем подойдет даже не для нормальной кожи А для сухой кожи На дневной основе Но он хорошо впитывается Он не оставляет пленку Как ночной крем Он просто замечательный Он мне очень понравился Он очень делает В принципе, как и первый вот этот крем Они работают на мне, в принципе, одинаково Единственное, что он не щипет, когда его наносишь Интересно, что здесь так щипет лицо Не знаю, что здесь так щипет лицо Этот не щипет лицо Он так же увлажняет Так же хорошо работает Но я не могу его наносить на дневной днем Потому что он все-таки оставляет на мне Более такую активную, увлажненную, жирную Жирное лицо Даже не пленку Нельзя сказать, что это пленка Нет, это не пленка Просто такое чересчур увлажненное лицо Чего для меня на дневной основе не надо Поэтому я им начала пользоваться ночью Было интересно попробовать Потому что Не знаю, было интересно попробовать Потому что вы знаете, что масло шиповника я люблю А здесь оно еще смешано с маслом авокадо Было мне интересно попробовать Это зеленое масло Оно идет в темной бутылочке И с прозрачной пипеткой Абсолютно зеленое масло Я наношу его где-то капельки 3 Оно пахнет неприятно Ну нет, это я вру Оно не то, что пахнет неприятно Оно пахнет, знаете Оно пахнет, во-первых, маслом Знаете, когда масло пахнет маслом Если вы понимаете, что я говорю То есть мне пахнет чем-то таким приятным Какой-то приятный запах А нет, оно пахнет маслом Потом есть такой немного травяной И может быть это и есть запах авокадо Если честно, я не уверена, как масло авокадо пахнет Я как-то никогда не нюхала И не принюхивалась, я не знаю Я его также наношу на ночь Пыталась его смешивать вместе с этим вот кремом Как они идут вдвоем Для меня это вообще чересчур активное увлажнение Может быть зимой Если у вас сухая кожа или чересчур сухая Я думаю, что вам подойдет Или сильно сухая Или какая-то прям сухая, поврежденная Я бы не советовала Вообще масла, я вам уже говорила Что я на дневной основе Люблю наносить просто самые обыкновенные крема Легкие крема Которые просто увлажняют И ничего там особенного не делают На ночь я уже люблю Посильнее, помощнее Вот это масло, оно настолько активное Настолько питательное Что его достаточно само это масло нанести И оно замечательно будет увлажнять вашу кожу на ночь Поэтому я им пользуюсь отдельно И отдельно мне нравится, как оно работает Оно хорошо увлажняет Оно хорошо опитает кожу В общем, замечательно И я очень рада, что была возможность попробовать Вот эти вот миниатюрки Потому что здесь этого масла достаточно, хватит надолго Если я захочу что-то еще из этой серии Из этой фирмы попробовать То есть мне не нужно будет давиться Большим вытульком Это все, что я пробовала из этой марки Теперь я очень хочу попробовать их Крем Крем киви для глаз Ну и там еще умывалку хочу попробовать В общем, много чего хочу попробовать из этой марки Как-то она меня очень впечатлила Очень она мне понравилась Я знаю, что девочки Мне написали в инстаграме Кому-то тоже вот этот крем большой Вот этот вот легкий крем нравился Кто-то из вас писал, что умывалка кремовая не понравилась В общем, я думаю, что это тоже Опять же, очень индивидуально Я вам могу до завтра рассказывать Теперь эти оды, что мне это очень нравится Это не обязательно, что вам это подойдет И это будет нравиться, как обычно В любом случае, я очень этой маркой довольна И для меня однозначно Это такой натуральный фаворит на данный момент Ну что, это были все мои такие уходовые новинки Про которые я вам хотела рассказать У меня есть еще одна новинка Самая грандиозная, самая желаемая И вообще от нее самый большой восторг Но, к сожалению, с ней есть небольшая проблема И я думала снимать, не снимать, показывать, не показывать Все-таки решила подождать И посмотреть, как эта проблема разрешится И когда эта проблема разрешится Я вам уже отдельно расскажу и сделаю видео Что было, наверное, поправильнее Нежели вам сейчас рассказывать И потом сказать вам Ну ждите, пока будет результат И когда я уже буду точно знать Как эта проблема разрешилась Вот Ну что, надеюсь, вам было интересно Обязательно пишите свои мысли Что вы думаете по всему этому поводу Если вы хотите мне что-то посоветовать Интересное попробовать А вы знаете, что делать Обязательно, обязательно советуйте Потому что вы знаете, что я очень уважаю ваше мнение И очень часто прислушиваюсь к вашим советам Что вы мне советуете Обязательно сюда захожу и проверяю Поэтому обязательно не ленитесь И пишите в комментариях Все, что вы хотите мне рассказать На сегодня все Увидимся очень скоро Всем привет И добро пожаловать в лето Лето официально наставлено На носу июнь Это значит солнышко, море Легкая одежда И все, кто из вас знает